К 9 мая в Саратове появятся тысячи новых молодых деревьев. Отметить громкую дату город решил специальным проектом по озеленению. Подробности в нашем следующем сюжете. После рыхления выкапывать ствол с корнями гораздо проще. В Черкасском лесхозе идет масштабная заготовка посадочного материала. Выращенные на Больской земле молодые деревья переезжают в Саратов. Более 6 тысяч саженцев – это вклад лесхоза в проект «Роща памяти». Ее посадят в честь 70-летия Великой Победы. И заодно оздоровят легкие областного центра. Во-первых, это память. Наша победа – это одно. Второе – это дополнительные зеленые саждения, которые улучшают воздух, природу. В Саратов отправляют сосну крымскую и обыкновенную, белую и фиолетовую сирень – рябину. Но большая часть партий – это саженцы зеленого ясеня. Он отлично приживается в резкоконтинентальном климате Саратова, говорят специалисты. Ясень – дерево неприхотливое, быстро растет и хорошо переносит стрижку. И с саженцем можно вырастить и высокое дерево, и кустарник. На следующий день посадочный материал раздают саратовцам. По 500 штук забрали администрации из шести районов города. От 50 до 200 – управляющие компании. Горожанам раздают без ограничений. Кто-то планирует озеленить двор, кто-то – рабочее место. Облагородим нашу базу Волжскую вдоль территории, посадим деревья, будем поливать за ними, ухаживать. Будет у нас тенистая аллея своя. Посадки новых деревьев появятся в парках и скверах Саратова, рядом с домами и вдоль аллей, обещают городские власти. Самая крупная высадка планируется в поселке Юбилейный, между Фоком и детским садом. Новые зеленые участки и оформят по-особенному. Роща памяти будет оформлена как зеленое насаждение отдельно, с табличками, указано, что это роща памяти. Сейчас обсуждается вопрос о присвоении деревьев, имен конкретно посвященных ветеранам. Рощу памяти важно не только посадить, но и сохранить, предупреждают экологи города. Поэтому каждому леснику-любителю предлагают подписать гарантийное письмо. Мол, обезуясь высадить деревья в течение суток и поливать и ухаживать в течение трех лет. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.